итак у нас рубрика рок-библиотекарь и с вами опять саша ключ ну саш какие там закидоны какие марципаны читал про сида баррета ты купил что-то прикупил себе да книгу про сида баррета так сид баррета кто у нас один из основателей пинг-хлойт правильно там конечно блин ураган свингующий лондон 60 60-е годы 64 63 а я на кислоте а что значит свингующий лондон ну так называлось движение свингующий лондон все они там жрали кислоту да ну да а кто там в пинг-флойде окончательно с катушек съехал вот сид баррета это он там загонял что типа новые ноты изобретал там цветные про это я не читал вполне возможно он там на репетиции приходил или начинал там загонять там возьмите сиреневую ноту они такие какую же зереневую но нужно выливать лазер выстраивал при записи просто какой нравился узор ему выстраивал эквалайзер хороший узор значит будем писать на таком будем писать на хорошем узоре она звуком внимание не обращала совершенно но не а там потом выперли что руда потом гимор пришел они играют какое-то время в пятером были в пятером как короче они его сказали сидит и дома сиди сочиняй за и записываться будешь с нами а выступать мы будем без тебя вот потому что он выходил уже на концерт он просто тупо смотрел в зал пустыми глазами и один на корт и так брэйни брэйни весь концерт соло он уже не играл потом в конце потому что потому что узор не соответствовал узор не за и юмор пришел потом уже и потом уже ему окончательно стал с ними когда сита психушку попал в кембридже но чем история седобара то закончилась он умер от рака предстательной железной 2006 году вот так он еще прожил до хрена у него там на счету там несколько миллионов фунтов а жил на пособие по инвалидности а почему так произошло у него с головой не все в порядке был блин кому-то вот от кислоты короче нормально от кому-то плохо гонорары от авторских шли ему все равно и вот у него на счету там копились деньги а он даже не знал а знал бы знал цветы разводил генджубас нибудь разводил они цветы не на я знаю да сид баррад там такой блин интересная такая личность но практически как и томи айоми такой же тип вот шоком и счетом интересного такого про него в каком году ночи родился блин сейчас скажу 46 6 января 46 после войны вот раз родился в сорок третьем вот в самый старший но не считай там все ровесники когда гилма 46 тоже у кого вообще там возникло вот это желание pink floyd в лиц создать а блин я не помню то они как-то учились все вместе и тогда модно было группы создавать вот они психоделии играли не ну тогда психоделии очень много групп играла но они были как да но они они считались как бы лучшими как бы и пионерами они были это в лондоне там есть такой дом round house круглый дом но там паровозное депо туда заезжал поезд и разворачиваться ну чтоб на другую его но линию допустим ветку поставить разворачивали они там устраивали концерты прикольно в этом раундхаузе там собралось много там пришел пол маккартни на вас на первое выступление короче блять все но все хиппи блять много мыльные пузыри то пускали каждому удавали кубик с этой сахарный кубик с кислотой при входе а ход был по лестнице такой там одна дверь всего было они вот толпой стояли все его такая длинная очередь была а у них по ходу что кислота дешевая была лсд но он не запрещенный был а он тогда не запретил запретили позже он сначала был как бы норму просто препарат такой и короче они не запрещу я не его и башни ну да под этим препаратом можно там наделать вещей они начали первые они квадро звук у них был у первых на концерте не стерео квадро вот потом световые шоу не были там тоже одни из первых но они там свой театр какой-то морочили я че-то читал фильм они там фильм фильм на этих на задней на заднике сцене ну прикольно ну да в принципе но прикинь как это ну да она и и часто круто а тогда еще вообще еще круче было но он тоже на концертах там крутим это как это круто вообще а тогда это вообще наверно было люто у людей наверно башка текла прям сразу стоял такой жбан они сварились желе не кидались этим жили толпы народ а зачем просто так по приколу но про альбом стена там ничего не было было почему но это я считаю почти все это уже у водосовский соник можно сказать много он писал просто про себя короче как бы ну как он отгородился от мира всего как его заебало весь шоу-бизнес заебал а послужила у него самый такой последняя капля которая переполнила чашу у него он стоял на концерте и впереди стоял фанат и орал что орал но орал все два раз и два раз пир ликовал а ликовал вот уж короче его подозвал к себе и плюнул его паскудник а фанат от счастья там обосрался мне вот раз хари плюнул и он короче стянул там pink и он играет вот этого парня который потихонечку съезжает у него крыша там фильме помнишь там гитары у него ну да 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 потом грамм стричься там да бриться даже брови сбрил он же художником сет баррик был хорошим ну да вот особенно под lsd он там картины там в такие выдавал бы крутые у него как крыша уже поехал он запирался в комнате за покупал 10 занавесок и вешал их рядом солнечный свет не проник закрывался закрывал комнату и неделю мог не выходить а потом выходил там зачем-то он там за дозой либо может пожарчик купить а соседа на квартире они вместе были и я говорит заходил быстрее открывал окна эти форточку хоть чуть-чуть проветрить оттуда вообще труба охренеть ну конечно шутка будет конечно смрад подружки это своем купил плетьми добрый по голове добрый по голове зачем агрессия ломка наступал он по башке и дом райна да не наверно все равно коряво блять реальность меняется реальность меняется я же где-то там читал бы тут лсд от первого приема лсд у тебя сразу все меняется на хрен и ты уже не возвращаешься обратно поэтому эта штука опасная вот прикинь ты принял лсд и вообще охуел короче трипда но есть бэт трипо есть так вы нормальный трип б 3 года вот надо бэт трип у него был от он доброе лупивое по голове сидели что-то в студии что ли и зашел как не помню кто-то к ним ну из битлов что кто-то ну просто они его беру на беру отписались и он такой говорит захожу они сидят вдруг начались какие-то крики какие-то утробные такие скрежет там долбится кто-то что это да это уси да кукуха мы его закрыли продать я есть к интересного а битлы вот торчали на лсд вот это вот это вот очень интересно потому что такие песни тоже лупить просто так наверное невозможно потом то у них уже пошли тоже такие как сержант пеппер нового концептуальные альбомы психоделический наверно стопудово что-то жрали но нюхать наверное не нюхали а вот лс духу наверно жрали бы нашу там блять чё там заморачиваться сильно надо на сахару капнул блять сожрал сильно не приду блин просто меняется все блять в красках и полиция не доходи чувак балдей у нас у нас в россии вон водкой глаза заливали тут до усрачки а там капали себе лсд и балдели ходили